я пришел к тебе с приветом утюгом и пистолетом дело за малым осталось только выбрать что из этого окажется нужнее причем в конкретной ситуации а ситуации за прошедшие несколько дней произошло немало сейчас я вам все расскажу поподробнее я приветствую всех своих постоянных и новых телезрителей студия работы николай ермаков начинаем бей своих чтобы чужие боялись в эти выходные депутаты госдумы и член комитета по обороне андрей колесник предложил взорвать на территории россии ядерную бомбу да 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 я не оговорился именно ядерную бомбу именно на территории россии а зачем спросите вы а я вам отвечу причем словами самого колесника чтобы все задумывались ну типа то что сейчас происходит в курской области и непосредственно у курской атомной электростанции случае выхода из-под контроля может сильно и надолго повредить часть россии кто сомневается вспомните про чернобыль и да друзья тоже хочу от себя сказать я учился на физико-техническом факультете я понимаю какой будет так вот по мнению колесника пусть лучше мы ее повредим сами и тем самым покажем свою решительность нежели это сделать противники покажет свое превосходство только у меня конденциатору идеи есть один вопрос а он точно сознает все последствия случившегося или всецело доверяя симония которая когда-то утверждала что если устроить ядерный взрыв где-то над сибирью то ничего страшного не произойдет что если произвести сотнях километрах на нашей же территории день над сибири термоядерный взрыв например ядерный взрыв то ничего не будет на земле ничего такого страшного не ядерные зимы которые все боятся не чудовищной радиации который умрет всех убьет всех вокруг какого не убьете умрут течение 10 лет от онкологии этого ничего не будет а что будет так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника если честно у меня еще в прошлый раз когда про ядерный взрыв открыла роль симония возникли некоторые вопросы частности не попадают ли ее заявление под уголовную ответственность но когда в эти выходные о том же сам заихнулся колесник мне реально стало не по себе потому как вся политическая элита слышит подобные заявления и относится к этому спокойно что там или то почему не возбуждается ведомство александр бастрекин или он тоже считаю что ядерный взрыв просто сломает его последний фон но не сломит его дух и желание дальше жить а главное зачем это все кому от этого станет лучше или может страшнее нам до врагам нет хотя я понимаю желание политической элиты бить ядерным оружием не по европе в европе весь их семьи дома яхты а что в россии только работа депутатом и учен народу который постоянно чем-то недоволен и постоянно чего-то хочет видимо поэтому колесника и посетила мысль об испытании ядерного оружия именно в россии впрочем буквально через сутки коллегу по комитету поддержал и другой депутат виктор соболев он заявил что использовать ядерное оружие действительно стоило бы но не в показательных целях а чтобы усовершенствовать имеющиеся у россии системы при этом соболев не отрицает тот факт что ядерка на сегодняшний день не изучена в совершенстве и испытывать ее нужно именно в целях изучения а не ради устрашения вот какой ценой и когда разговор о высветаниях достигли своего апогея и наконец запахло жареным на арену вышел замбрессов без дмитрий анатольевич медведев вообще-то он тоже когда-то грозил врагам ударами ядер на оружие но в эту субботу у себя в телеграм канале он дал заднюю внимание цитата что тут скажешь ядерный конфликт действительно никому не нужен это очень плохая история с тяжелейшим исходом и необратимыми последствиями конец цитаты так что я очень надеюсь что эта тема окажется числе тех о которых поговорили и забыли а вот что было всем непонятно на этих выходные так это заявление депутата кузнецова относительно эвакуации жителей курской области воскресенье в сети появился документ согласно которому справедливо рост просит комитет красного креста организовать возможность гуманитарного коридора для жителей сузанского района и все ли вы нормально заботятся о населении страны но как оказалось кузнецов хочет вывести несчастных курям не в россию а сначала в глубь украины потом через третьи страны на родину об этом он написал в своем телеграм канале и простите что то есть депутат кузнецов реально считает что в стороне украины которая российская армия подвергает ежедневному обстрелу в рамках специальной военной операции конечно россияна будет безопаснее и это я еще молчу о том что непонятно это самая третья сторона которая типа должна передать всех эвакуированных обратно в россию если это беларусь то сомнительно но окей а если нет а если в глубине украины всех эвакуированных ждет плен не говорит ли это о том что кузнецов работает на врага и тем самым увеличит количество пленных для будущего обмена нет я конечно понимаю что ситуация на приграничной территории особенно в курской области сегодня такова что местные не выехавшие из своих домов могут стать реальной живой мишенью но и предлагать такое как по мне так это обрекать ни в чем неповинных курян на страдание всевозможные лишения впрочем пока инициатива кузнецова не нашла своего одобрения среди коллег президент красного креста тоже предпочла отмолчаться так что будем надеяться что вы указы пройдет стандартном режиме и все-таки не вглубь чужой страны кстати в ночь на понедельник эвакуация могла понадобиться и жителям белгорода там при обстреле города пострелало 8 человек женщина крайне тяжелом состоянии обстрел российской территории оказался настолько массированным что от атаки украинскими ракетами сгорело 15 автомобилей а более 20 многоквартирных домов лишились окон также при целом оказались четыре частных дома и на момент записи этой программы как вы понимаете никаких официальных комментариев пока не последовало при этом субботу при обстреле шебекина загорелся лес и свалка а начальник управления безопасности белгородской области евгений воробьев приехал в место возгорания получил травму и попал в больницу базаров сейчас гонит собирает технику зайнули собирает бочки сейчас съездим определимся откуда начнем засыпку и вот вместо и начинаем засыпать как прошлый раз надвигаем 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 красной линии все еще не проведены решительные действия все еще не предприняты а ведь если задуматься все то что происходит на приграничной территории происходит исключительно смолчаливого согласия нашей власти потому как а что у нас сделать чтобы защитить всех этих людей я сейчас не провокацию хотя и она в этом случае оказалась несовершенная я сейчас о том что думают жители курска и белгорода каждый день лишаясь то имущество то здоровье это даже жизни я вам отвечу они думают что их предали они думают что они один на один оказались со своим горем и никто кроме них самих им уже не поможет ведь это недалеко от правды и пока вот так планомерно на территории россии рушится читы семьи и количество читы судьбы мы никогда никогда не придем спокойной стабильной жизни последние дни недели михаил мишустин анонсировал новый законный проект вас на которому спецоперационисты получившие ранение или гос награду будут освобождены от долгов по кредитам и коммуналке и же меры поддержки будут ожидать и жен военных проект соответствующего закона уже подготовлен правительством и ожидает рассмотрение госдумы думаю госдума все подпишет моментально такая социальная мера как считать мишустин поможет не только поддержать спецоперационистов но и привлечь к участию в своего новых потенциальных военных и вы знаете что это подсказывает мне что мир это сработает ведь проценты при ипотеке улетает просто в космос а так прикупил себе квартирку перестал платить кредит ходил на спецоперацию а по возвращение у тебя куча плюшек отсутствие ипотеки и неплохой такой накопленный финансовый багаж чем не жизнь ну и последняя на сегодня министр здравоохранения приморского края евгений шестопалов заявил о необходимости для россия заводить ей перерывах между работами люди которые по 12 часов работ когда им детей делать перерыва вот можно было разве а что нельзя и сейчас можно я министром работу если мой ребенок захочет посидеть в кабинете рисовать кто запретит а сколько детей должно быть столько сколько господь дал ну то есть отпахал ты 12 часовой рабочий день в кассировой в пятерочке пришел домой давай тут же детей заводить причем желательно без глупых вопросов типа зачем а кому-то нужно ведь по мнению шестопалова 2 а то и три работы россиян это совсем не повод отказываться от деторождения а скорее наоборот выращивать себе подмогу ну типа живешь ты один так до старости и проживешь зарабатывай себе на хлеб и соль туда-сюда а родишь троих сначала государство поможет тебе а затем и подросшие дети ну и да чем не еще один план для выживания в россии но согласитесь иногда очень хочется сказать некоторым особям чтобы они свой рот открывали исключительно у стоматолога и новость которая огорошила нашу редакцию буквально только что пришла и соседям с нами челябинская там 68 школе 13-летний ученик принес собой в класс нож и молоток но пока шел до класс успел нанести удары холодным оружием нескольким ребятам в итоге мальчик и девочка получили легкие травмы еще одна девочка но уже с тяжелыми травмами доставленную больницу нападавшие задерживаются переоделся потом молотки можно гремя еще полетов на связь но не получилось но молотки гремя молотки да у тебя несколько молотков было два там до молотка было пистолет и мальчик вот засунул потом мальчик потом мальчик пришел да ему сказал чтобы он хотел сюда и вот потом задержал задержал песни на голове включил и побежал там забежал из коски там где доска я резко остановился выстрелил два раза в девочек очень быстро потом начал полими молотками быть петь а куда бил ну первый по голове она во первый раз по голове и ударил но как у голова прикрыл и еще раз и ударил вот вот потом это а потом против маршру я ударил по голове и потом подбежал Андрей я хотел на молоток выдолвать и я его ударил по голове и вот голову прикрыл потом это подбежал на меня выдалась и я убежал и вот оттуда добежался кабинет и это все что я хотел ребятам сказать в следующем выпуске смотрите уже с нашими коллегами а мы еще увидимся обязательно